Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы будем говорить сейчас о последней, заключительной, третьей главе книги пророка Иоиля. Здесь начинается еще один поворот в разговоре о Дне Господнем. Еще нечто новое, говорит Господь. В те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима. Заметьте, это говорится, когда уже Бог возвратил плен Иуды и Иерусалима. В строгом смысле слова эти дни наступили. И Аиль произносит свои пророчества после возвращения, после восстановления храма, в эпоху второго храма. Хотя через малое время после восстановления, но все же после. И тем не менее, здесь говорится, возвращу плен Иуды и Иерусалима. И скорее всего, это становится своего рода нарицательным именем для спасения. Возвращу плен Иуды и Иерусалима. Потому что все уже знают, какое это грандиозное спасительное действие. Поэтому для любого другого спасительного действия вот может быть применено это название. Возвращу плен Иуды и Иерусалима. Теперь здесь в третьей главе Господь говорит о дне посещения, о дне Господнем, как о времени суда. как о времени, когда будет явлено поступки людей и суд Божий над этими поступками. Речь идет о том, что Господь говорит, «Я соберу все народы, все народы, в том числе и народ Божий, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое». Таким образом, этот суд над народами собственно совершается в зависимости от того, что эти народы делают по отношению к народу Божьему и наследию его. Потому что они рассеяли Израиля между народами, землю мою разделили. Вот, без сострадания и уважения отнеслись эти все окрестные народы к Богу Израилеву и к его народу. И за это, собственно, совершается суд. Потому что вы о народе моем бросали жребий и отдавали отрока заблудницу. Речь идет о том, что вы произвольно решали, что будет с теми или иными людьми, каковы будут судьбы израильтян. Это обращение, вероятно, в первую очередь к персам, которые владеют этой землей, или к Эльнинам, которые оспаривают у персов это право, или еще к кому-то, на самом деле, ко всем. Вы позволяли себе управлять чужой судьбой и говорить, что вот этот народ, они живут неправильно, их надо там как-то угнести вооруженной силой, чтобы они исправились. И вот здесь говорится о том, что суд над народами в долине Иосафата это суд над теми, кто ставит себя на место Бога и кто попирает чужую свободу. И обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли мое серебро и внесли в капище. Сынов Иуды продавали сынам Эллинов, чтобы удалить их от пределов их, потому что в это время начинается после завоеваний такая вполне международная через все Средиземноморье торговля рабами. И Господь говорит в целом, что на главу окрестных народов, которые угнетают Израиля и попирают свободу его, в общем, обращено будет все то же самое. Все то же самое. И вот он говорит, обращаясь, собственно, Иоиль-то ведь обращается к израильтянам и говорит, вот теперь всем скажите, что Бог встанет на нашу сторону, и все эти угнетатели, они все будут Богом опрокинуты. И для этого нужно собраться в некоторое войско Господнее. «Перекуйте орала ваши на мечи, и серпы ваши на копья», говорит пророк, «потому что пусть сильный и слабый скажет, я силен, потому что Бог собирает нас, чтобы воздать этим окрестным народам и привезти их в долину Иосафата. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата». И злоба их велика, и действительно вот пророк видит, глядя в будущее, эти толпы, толпы в долине суда, потому что близок день Господень. И в тот день Господь даст голос свой из Иерусалима. Обращаясь к разраильтянам, пророк от лица Господню говорит, «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе». Пророк за пророком, поколение за поколением. Говорят о том, что у людей по действиям Бога, по тому, что Бог совершает в истории, будет возможность убедиться, узнать, что действительно Бог наш, Бог настоящий. И опять-таки, как положено в апокалиптической литературе, пророк говорит, «И в этот день, когда вы узнаете, что я Бог ваш, когда я буду судить народы в долине Иосафата, горы будут капать вином, холмы потекут молоком, а из Дома Господня выйдет источник». А вот они все, Египет, Едом, они все сделаются пустыней, потому что притесняли сынов Иудинах. Значит, вот в это время, в этот день будет дана прямая противоположность той обреченности, тому голоду и голодной смерти, которая, собственно, послужила поводом для проповеди пророка Иоиля. Прямая, полная противоположность неминуемой гибели. Это, в общем, такой образ и символ вечной жизни.